Казачий Спас 21 сентября местное отделение партии «Единая Россия» В Казахстане провело собрание политактива. На поствыборном заседании партии побывала и наша съемочная группа. На минувших выходных в единый день голосования большинство жителей нашего города поддержали партию «Единая Россия». Это касается выборов и федеральных, и местных. Казалось бы, результат достигнут, можно избавить обороты. Но местная партийная ячейка не намерена злоупотреблять оказанным доверием. Так в среду состояло заседание местного политактива «Единая Россия», где был избран местный политсовет партии. Основной упор партийный актив при утверждении нового политсовета делает на ротацию в пользу опыта и молодости. По уставу нашей партии один раз в год обязательно проходит ротация местного политсовета. Для чего? Для того, чтобы каждый, наверное, из депутатов, из фракции «Единая Россия» попробовал себя в роли члена полицсовета. Принимал тоже, брал на себя ответственность принимать серьезные решения, ответы на какие-то вопросы. Вел приемы в общественной приемной. Ну то есть жил именно задачами и целями партии «Единая Россия». Единогласным решением были выбраны новые члены в местный политический совет. Помимо переизбрания политсовета, на партийном заседании стоялось вручение партийных билетов новым членам партии. Помимо этого были отмечены и студенты-агитаторы, принимавшие активное участие в партийных проектах и предвыборные агитации. Мы работали с людьми, мы с ними разговаривали, мы их агитировали к вот этим выборам, которые у нас передвигались. Чтобы люди шли, люди сами соглашались, даже самые банальные, раздать листовки кто-то не хотел. Кто-то наоборот был даже, что да, давайте, конечно, давайте две там еще своим раздадим, там все почитаем, все были согласны. Также говорили, что приходите, не оставайтесь, ведите за собой своих, что ваше слово, от этого все зависит. В ближайшее время местное отделение партии ждет активная и напряженная работа. По исполнению наказов, полученных от населения во время выбранной кампании и по привлечению новых сторонников и членов партии. Для успешной реализации намеченной цели почин сделан. Выбран новый полицовет и определены председатели первичных ячеек партии. «Страна моей мечты» под таким названием проходят экологические субботники по всей стране. Инициатор мероприятия – общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия». В нашем городе такую работу организует станция юных натуралистов. Цель акции – привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды. О том, какие работы выполнены юными экологами нашего города, в сюжете далее. Экологические субботники в нашем городе проходят ежегодно. Акции по уборке территории организуются не только весной, но также летом и осенью. Но даже так работы и меньше не становится, говорят организаторы акции. Активисты очищают от мусора места отдыха, водоемы, пригородные зоны. В основном территории необслуживаемые специальными организациями. В это число входит и лесопарковая зона, а также городской парк, в уборке которых активное участие приняли учащийся школ и учреждения дополнительного образования. Такие субботники в сентябре проводятся по всей стране по инициативе Общероссийского экологического общественного движения «Зелёная Россия». В этом году данная акция проходит под названием «Страна моей мечты». Активное участие приняли все общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, особенно ЦДТ, станции юных туристов, станции юных техников, детская, юношеская спортивная школа. Выходили не только дети, но и педагоги сами активное участие приняли. Были охвачены такие районы, как лесопарковая зона, тропа здоровья, район трамплина, район старого пруда и район автошколы. Экологические акции проводятся во многих городах. Молодёжь Кумиртау также настроена на вести порядок в родном городе. Школьники убирают не только мусор, но и опавшую листву. Конечно же, нужно участвовать в таких акциях, для того, чтобы сохранить чистоту в нашем городе, в нашем любимом городном городе. Я тоже считаю, что надо участвовать в таких субботниках, тем более сохранять чистоту в нашем парке, где мы же сами отдыхаем, проводим время. Городской парк является любимым местом отдыха и прогулок горожан, от которых и зависит чистота этого живописного уголка. Мне хочется напомнить взрослым, чтобы нашим детям не пришлось убирать за ними мусор, чтобы они каждый раз об этом помнили, бросая мусор после себя, после пикников. Айгуль Мухаммедшина, Ярослав Кондратьев. Новости. Как правило, отопительный сезон начинается во второй половине сентября – начале октября. Теплоснабжающие службы сообщают, что город к отопительному сезону готов полностью. На сегодняшний день подача тепла была проведена во всех дошкольных образовательных учреждениях нашего города. Согласно общепринятым нормам, отопление должно быть подключено после выхода административного постановления, если температура воздуха на улице будет держаться ниже 8 градусов в течение пяти суток. Администрации было заявлено, что процесс подключения отопления, скорее всего, начнется в начале октября. А уже в середине сентября работы по обеспечению теплом были проведены во всех детских садах. Отопление нам дали 15 сентября. Проблема при подключении никаких не возникла. Ну, детям тепло и комфортно в детском саду. Я думаю, что родители довольны тем, что в детском саду тепло. Родители детей признательны городской мэрии и теплоснабжающим службам за оперативную и качественную работу. Огромное спасибо нашей администрации, Борису Беляеву, что заботятся о наших детях. Хотя вот на улице такие холода стоят сейчас. В детских садах уже дали отопление, дети в комфорте играют. Не в теплой одежде, как по телевизору смотришь в других странах. Цветкову отдельное спасибо, что успели сделать вовремя ремонт. Хорошо запустили. Ну, все очень довольны. Только положительные эмоции, и все. Гульнац Савлатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». На днях в Республиканском политехническом лицее чествовали ветерана спорта, тренера по греко-римской борьбе Карима Губайдулина. На вечер, посвященный 60-летию спортсмена, собрались друзья, коллеги и близкие. На торжественном мероприятии побывали и мои коллеги. За время работы тренером по греко-римской борьбе и борьбе «Курэш» Карим Губайдулин вырастил не одно поколение спортсменов. На днях наставник борцов отметил свой 60-летний юбилей. Торжества по этому случаю прошли в РПЛИ, где он трудится почти 20 лет. Поздравить Карима Губайдулина собрались его друзья, коллеги и ученики. Гости мероприятия адресовали юбиляру свои теплые пожелания и дарили творческие номера. На вечере также вспоминали его спортивный и трудовой путь. Родился Карим Губайдулин в деревне Кензибайку Иргазинского района. После школы в профессиональном училище номер 27 города Салават освоил специальностоляра-плотника. Здесь же начал увлекаться греко-римской борьбой. А служив в армии, вернулся в Кумертал. Учился в педагогическом училище, но и занятия греко-римской борьбой не оставлял. Тренировался у мастера спорта Николая Кашникова в 51-м училище. Затем здесь же работал мастером. Вечерами ввел секцию по греко-римской борьбе. С открытием физкультурно-спортивного центра «Рассвет» ему было предложено развивать в городе данный вид спорта. С 1997 года приглашают работать в Республиканской политехнической лице-интернат. На сегодня у Карима Губайдулина множество наград и званий. Это и почетный работник Российской Федерации, лучший тренер города Кумертал 2006 года, лучший работник физической культуры Республики Башкортостан. Ну и в продолжении темы спорта. Сильнейшие дзюдоисты города на базе спортивного комплекса «Прометей» проходят тренировочные сборы. Место его проведения сборов выбрано не случайно. В спорткомплексе созданы все условия для спортсменов. Кумертауские сборники готовятся к первенству Приволжского федерального округа. Нынешний тренировочный сбор – один из этапов подготовки к чемпионату, который начнется в конце сентября. Здесь присутствуют сборники сборной Башкирии, то есть только с нашего города, которые попали на Приволжский округ. Юноши будут бороться в набережных Челнах и девушки, а юниоры будут бороться в Самаре. Спарринг-партнерами 14-ти членов сборной города являются местные спортсмены и сами тренера. Плотный график соревнований внес коррективы в планы сбора. Тренировка, первая тренировка начинается в 11 часов утра. Ну, такая более легкая. Кросс, потом в зале тренируемся ежедневно, потом уже вечером в 7 часов до 9. В данном зале сейчас находятся дети 2001-2002 года рождения. Скажем так, самые лучшие. Те, которые у нас приняли участие в первенстве Башкирии и стали призерами. И сейчас они готовятся к первенству Приволжского федерального округа. Занимаются два раза в день. Главная стратегическая цель сборной города – победа на чемпионате. Там успешно выступить мечтают многие. Особой надеждой возлагается на Данила Булдырского. Он является вице-чемпионом Башкирии этого года, проиграв в финале стрельтамокскому спортсмену. Стоит отметить, что год назад он был чемпионом республики. И сейчас Данил упорно трудится, чтобы взять реванш. Мы встречались не первый раз с ним уже на соревнованиях. Поэтому мы уже по Башкирии все друг друга знаем. И думаю, его борьбу я уже изучил. Думаю, что на первенстве Приволжского федерального округа я постараюсь выступить еще лучше. И думаю, что нужно подготовиться сначала хорошо. Напомню, сейчас состав сборной города входит 14 человек. Тренеры и руководители рассчитывают, что в ближайшем турнире земляки порадуют многочисленных болельщиков. Я надеюсь, что в этом году у нас с Приволжского округа ребята попадут на финал страны. То есть мы будем надеяться. И, конечно, спорт это такая вещь, что... И тем более дзюдо. Малейшая ошибка, малейшее это соперник может использовать. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». И это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи на телеканале «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова